Приветствую вас, дорогие мои умны! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас ещё только 6 марта. Скоро у вас начнутся дни рождения. Ну как скоро? В конце марта? С конца марта. Но тем не менее, примите от меня поздравления по такому приятному случаю. В конце марта я, как всегда, выпущу поздравительный видеоролик с моими самыми-самыми сердечными пожеланиями, поздравлениями. И, конечно, моим подарочком. Это джекпотом для овнов. Прогнозом на 12 месяцев, то есть до следующего вашего дня рождения в 2020 году. Кому интересно, милости прошу на мой канал. Посмотрите, послушайте. Вот, может, будет и полезным. А теперь давайте с вами заглянем в апрель месяц 2019 года. В этом прогнозе, может, вы заметили, кто меня смотрит постоянно, что появилась дополнительная позиция. Эту позицию я назвала ключ от фортуны. Что это, вы узнаете позже. Ну а начнём, как всегда, с общего фона месяца. Здесь у нас выпала карта тройка чаш. Оппозиция ключ от фортуны. Вот она, забыла показать. Итак, фон месяца. Тройка чаш. Прекрасная карта. Можно сказать, что она прямо в точку. Хороший знак, кстати, друзья. Вот. Учитывая, что ваши дни рождения будут в апреле. Поэтому тройка чаш предвещает вечеринки, посиделки с друзьями, подругами, корпоративчики. И вообще, она обещает лёгкий, весёлый месяц. Ну а как иначе-то? Святое дело ведь отметить свой день рождения. И позвать на него друзей, и подруг, и посидеть, как говорится, вместе. И отпраздновать этот день. А может это, кстати, не только ваш день рождения, но и чей-то, кого-то из ваших близких, знакомых, хороших. Или коллег по работе. Поэтому и свой отпразднуйте, и других людей тоже. Что ещё? Ну, карта также шепчет о приятном шоппинге. О подарочках, о покупках. Не исключены новые знакомства, дружеские встречи с деловыми партнёрами, и не только. Ну, заключение каких-то совместных договорённостей на будущие сделки, контракты. Или договорённости по поводу будущей новой работы, или новой должности. Тут уж, как говорится, у кого что. Вот такой общий фон. Идём дальше. События на работе в бизнесе. Здесь у нас выпала карта «Звезда». О чём она нам говорит? Ну, она говорит, что в этом месяце вполне реально появление новых перспектив. И очень даже возможно для кого-то заманчивых. Но это, друзья мои, будущее. Придётся наверняка подождать. Вот. Или провести какую-то необходимую подготовку к этому событию. Или бы подождать, пока освободится место. Также в этом месяце есть вероятность, что разрешится какая-то давняя проблема на работе. Или вы, наконец-то, закончите проект. Или какую-то трудную работу, трудное задание. Возможно, что кто-то из вас решит в этом месяце вообще расстаться с работой. Или перейти на новый уровень. Освоить новую профессию. А то и даже уехать на работу в другое место жительства. Ну, причины тут могут быть... Таких изменений могут быть разные. Как и финансовые перспективы. Ну, так и обстоятельства личной жизни. Вот как-то так. По событиям в финансовой сфере здесь у нас выпал рыцарь-чаш. Что тут можно сказать? Ну, Аркан очень интересный. Он говорит, что... Что-то может вас позвать в дорогу. Или изменить что-то в вашей жизни. То есть, заставит вас сдвинуться с привычной дороги на незнакомую тропу. И это, конечно, будет связано с денежным интересом. Что это может быть? Ну, может быть заманчивое предложение. Может быть получение наследства. А может, ваш далекий партнер, например, по любви, позовет вас к себе и обеспечит вам полную финансовую поддержку. Также не исключено получение денег издалека. Или поездка за ними. Или разъезды, связанные с заработками. Ну, а для кого-то этот месяц будет связан со освобождением от долгов. Или тема денег будет просто для вас неактуальной. Ну, по разным причинам. Что еще можно сказать? Ну, вот данный Аркан, он, друзья мои, может даже предупреждать, чтобы вы не были беспечными в финансовых вопросах. Они не отворачивались от темы этой, от трудностей каких-то или проблем. А своевременно их решали, разбирались в них. В общем, были в курсе всех событий. Вот. Далее у нас события в любовной сфере. Здесь выпал рыцарь мечей. Ну, общая картина месяца очень динамичная. Очень динамичная. Не исключены срочные поездки. Острые ситуации. Ну, и также события, когда нужно принимать очень быстрые решения. Но, друзья мои, это только общий фон в этой сфере. Более подробно события будут освещены мной в отдельном видеоролике. Он будет называться «Новости от Купидона на апрель». Там будет прогноз и для свободных омнов, и для тех, кто имеет пару. Так что, кому интересно, милости прошу к просмотру. Вот, что касается этой сферы. Ну, а теперь наступил черед поговорить о ключе фортуны. Вот, здесь у нас выпал туз Пентакли. Лучшего ключа и не пожелать, друзья мои. Ну, о чем нам говорит эта моя новая позиция? Ну, эта новая позиция в раскладе подсказывает, «На что вам нужно обратить особое внимание в апреле?» Так как это может послужить очень важным ключом какой-то случай, события. Он вам может подсказать, что является ключом к дверце фортуны. И эта дверца, она вам может открыть вход в новую полосу жизни. Вот, как я уже сказала, в данном случае выпал туз Пентакли. Вот, друзья мои, ну, это самое прямое указание. И можно даже сказать, оно не требует расшифровки. Вот, Аркан впрямую говорит вам, что может произойти событие, которое вы можете воспринять как подарок, как дар судьбы. И правильно сделаете. Единственное, что вам остается, это подумать и понять, для чего вам это дано. И, конечно, как распорядиться этим даром. Вот такой прогноз дали вам карты Таро на апреле 2019 года. Не забывайте, друзья, что это общий прогноз, а не индивидуальный. Если у кого-то появится желание заказать личный, пишите мне на мою электронную почту. И напоследок, друзья мои, хочу вам пожелать здоровья, легкого настроения, ну, чтобы у вас все-все получалось, чтобы все ваши желания исполнялись, и в любви, и в работе, да везде, где вы захотите. Будьте счастливы, друзья мои. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...